Брянская область первая начала отопительный сезон среди всего Центрального федерального округа. За пять дней с 23 сентября были запущены все котельные. И только на 60 объектах, это меньше 1%, возникли сложности с подачей тепла. Областные власти потребовали срочно разобраться в проблеме. Основная причина возникновения задолженности – это наличие посредников в цепочке расчетов за потребляемые энергоресурсы в виде недобросовестного руководства, управляющих компаний, товарищей собственников жилья, товарищей собственников недвижимости, жилищно-строительного кооператива, жилищного кооператива. Денежные средства населения в неполном объеме доходят до ресурсно-обжающей организации. Есть примеры, когда управляющие компании намеренно накапливают долги. После заявляют о банкротстве. Дальше – новая компания, другое название. Только руководство – прежнее. Долги с этих управляющих компаний будут изъяты через суд. Избежать подобных ситуаций жильцы могут. Необходимо заключить прямой договор с поставщиком коммунальных ресурсов в обход управляющей компании. С 3 апреля 2018 года вступил в силу федеральный закон номер 59 о внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации, регламентирующие правоотношения, связанные с возможностью перехода на заключение прямых договоров с поставщиками коммунальных ресурсов, что позволит избежать образования новых долгов. Больше полутора тысяч домов в регионе уже перешли на прямые договоры о поставках ресурсов. Их число продолжает расти. С должниками идут судебные разбирательства. Потребители, имеющие задолженность за поставленные энергоресурсы, постоянно заслушиваются на заседании комиссии по взаимодействию правительства Брянской области, муниципальных образований и энергоснабжающих организаций по вопросам платы за энергетические ресурсы. Протоколы заседания направляются в соответствующие органы для принятия мер процессуального воздействия. Жил спецсервис среди самых крупных должников Брянска. Долг больше 120 миллионов рублей. Большая его часть образовалась 5-6 лет назад. В этом году по состоянию на 9 месяцев уменьшен на 13 миллионов рублей. Работа в данном направлении продолжается. Это один пример. А остальные? Ситуация аналогичная. Все силы проводятся на прослуживание с должниками в направлении материала в службу судебных приставов. Итог. Если ресурсоснабжающую организацию не устраивает управляющая компания, она имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор. Жильцы, в свою очередь, по закону могут перейти на прямые договоры с поставщиком коммунальных ресурсов в обход своих управляющих организаций. Это позволит в будущем избежать долгов. В завершении заседания вице-губернатор Александр Резунов поручил ответственным службам взять на контроль работу недобросовестных управляющих компаний. Екатерина Зойдина, Максим Кузнецов, Александр Жучков. События. Брянск.